Друзья, привет! В прошлом году я высаживала тюльпаны, крокусы и гиацинты в контейнеры. Многие заинтересовались такой посадкой, вдохновились. У кого-то получилось, у кого-то нет, но затея очень интересная. Вы спрашивали, буду ли я высаживать контейнеры тюльпаны в этом году? Однозначно отвечаю, да, конечно. В прошлом году я высаживала луковичные в контейнеры 22 октября и так салпало, что в этом году я тоже занялась этой посадкой именно 22 октября. Прошлогоднее видео можете посмотреть, пройдя по ссылочке вверху. Ну и, конечно, интересно посмотреть результат. Вверху выскочила ссылочка и там вы можете увидеть цветение тюльпанов в контейнерах весной. Итак, сегодня 22 октября 2020 год. Мой сад находится в пригороде Краснодара. Температура днем сегодня у нас плюс 18 градусов. Высаживать я буду тюльпаны, крокусы и гиацинты. Смешанные посадки в этом году делать не буду. Не очень они мне нравятся. По срокам цветения не попадаю, не получается. Для посадки подготовила вот такие рассадочные горшки. Их я буду прикапывать в грунт. Размером 0,5 литров коричневые. В них я буду высаживать гиацинты по три штучки в каждый. И чуть побольше черный. В них я высажу крокусы. Для тюльпанов взяла вот эти горшки. Они двойные. Внутренняя часть вытаскивается и с высаженными в нее тюльпанами ее можно прикопать в саду. А вторая часть горшка остается чистой. Ведь у нас всегда стоит вопрос, как аккуратно прикопать красивые горшки, чтобы как можно меньше повредить или испачкать их. Вот такой горшок лучший вариант для посадки луковичных и прикапывания в грунт на зиму. А эти горшки с высаженными тюльпанами останутся зимовать во дворе или в неотапливаемом гараже. Их жалко прикапывать. Все луковицы перед посадкой обязательно замачиваю в фитоспорине. Обеззараживаю таким образом их. Можно использовать препараты Максим или фондозол для замачивания. Рыхлый плодородный грунт подготовила таким образом. Взяла одну часть торфа, одну часть садовой земли, одну часть перепревшего компоста, добавила немного перлита и все хорошо перемешала. Горшки заполнила наполовину грунтом и решила поэкспериментировать. Высадить в один горшок тюльпаны, сняв с них чешую. После замачивания она очень легко снимается. Слышала, что без чешуи питательные вещества из почвы быстрее проникают в луковицу и она становится сильнее и устойчивее к болезням. Ну посмотрим. Остальные все луковицы высадила как обычно. Что само снялось, то снялось. Что осталось на луковице, то осталось. Высадила крукусы. Высадила гиацинты. Вот такая проделана работа. Но это еще не все. В саду выкопала ямку на высоту самого высокого горшка и по размеру, чтобы погрузить можно было все горшки в нее. Засыпала дно ямы небольшим слоем опилок, опустила туда горшки, а между горшками заполнила все пространство опилками. Опилки использовала для того, чтобы весной легче было извлечь горшки и чтобы они оставались относительно чистыми. Сверху в каждый горшок бросила по несколько горошин суперфосфата и засыпала все оставшимся от посадки грунтом. Ну и сверху, конечно, обязательно замульчировала небольшим слоем скошенной травы. Она послужит и маячком, чтобы легче было весной найти горшки, и как утеплитель на зиму, и как защита посадок от моих кошек, которые любят устроить туалет там, где земля рыхлая, чистенькая. Друзья, кто еще не высадил луковичные в контейнеры, время еще есть и луковицы еще в магазинах продаются. Не упустите этот момент, ведь весной получаем такую сказочную красоту, просто невозможно от этого отказаться. Даже если у вас был неудачный опыт, не отступайте, снова высаживайте, у вас все получится. А у меня на сегодня все. Контейнерные посадки сделаны, теперь надо высадить луковицу в цветники. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. До свидания.